Редактор субтитров А.Семкин Татарстан. Он вызвал большой общественный резонанс. Эксперты уже сходятся во мнении, что это фактически фундамент стратегии развития нашего народа. Президент Татарстана обозначает, что необходимо сделать, чтобы многовековая история великого народа не прервалась, и татары не стали сувенирным народом. Что предлагает Рустам Мениханов, какие видят пути выхода? Статью президента изучил Дмитрий Аринин. Статья президента заняла всю первую полосу республиканских газет. Каждый тезис, цитата, из первых строк, более тревога за татарский народ, что в течение столетий не растворилось среди других, сохранив свою культуру и самобытность. И сегодня стоящий перед большим вызовом времени глобализация, что принесла истирание границ, миграцию, цифровизацию и унификацию. И в этих условиях важно не потерять идентичность народов, ведь ежегодно исчезают десятки языков. Задача создания стратегии сохранения и развития татарского народа президенту представляется весьма непростой. Причем это большая ответственность как перед предками, которые оставили нам богатое наследие и память о великих событиях и достижениях, так и перед нашими потомками. Ведь каждый из нас убежден, что татары не должны стать статистической единицей в графе национальности, численность которой будет с каждым годом сокращаться. Как продолжает Рустам Мениханов, в последнее время как-то принято искать врага больше вовне. Это уже упомянутая глобализация. И с этим, как отмечает президент, не поспоришь. А как же решается сохранение национального в себе? Это, наверное, один из главных посылов президента. Ежедневный внутренний подвиг. Совершать его или нет, каждый решает сам. При этом мы знаем, что немало тех, кто уже готов исполнить реквием по народам России. Есть и те, кто считает национальное чем-то искусственным, тем, что можно слепить силой политической воли. Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, если бы им сказали, что все, чем они дорожили, родной язык, религия, неповторимый национальный мон, это декорация, которую легко заменить. Когда мы говорим о единстве татарского народа, мы не говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мешари, кряшины, тептери. Как среди братьев, каждый уникальная личность, но вместе одно целое, одна семья. Исторически сложилось, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И этой статьей президент берет ответственность на себя, как руководитель крупнейшего многонационального региона. Поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты. И эта работа будет продолжена. Когда мы говорим об особом пути татарского народа и Татарстана, отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения. Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, раскрыть несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности. Татары – это народ, который во все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Главное в статье – это дальнейший путь по сохранению и развитию. Рустам Мениханов видит его в просвещении, в поддержке педагогов, детских творческих проектов, в передаче традиций детям, в сохранении родного языка, культуры, традиционных духовных и нравственных ориентиров, религии. Мы видим свое будущее. Мы исторически значимое целое, потому что самобытны, идем по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии. Кем мы себя точно не видим, так это сувенирным народом. Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но исчезнув, уже не восстановится никогда. В будущем не обойтись без уважительного отношения к прошлому. Наша история, как отмечает Рустам Мениханов, это не собрание архивных документов и календарных дат. Это достойный путь со взлетами и падениями, который пройден с достоинством и заслуживает сохранения в памяти народа. История – это выдающиеся личности, которые вносили и будут носить вклад во все сферы нашей жизни. Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне. И где бы ни проживали татары, мы всегда это чувствуем. Чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа. Мы хотим и дальше писать свою историю, творить свое будущее. И пусть оно будет ярким и успешным для многих и многих поколений. Татарская общественность сегодня включилась в активное обсуждение статьи президента. Ряд экспертов ее уже назвали событием. Опубликованный материал они сравнивают с дорожной картой по сохранению национальной идентичности и родного языка. И видят в нем новые посылы, которые нужны были здесь и сейчас. Давайте послушаем. Я безусловно познакомился с этой статьей. Очень глубоким философским и историческим содержанием. Я даже эту статью воспринял как крик души президента Татарстана. Что проблема такая, она присутствует, она становится все острее, острее каждым годом и каждым истечением времени. Это обращение президента, я его не хочу называть так статьи, это обращение президента. Его крик души должны принимать все структуры власти, в первую очередь Татарстана, поскольку все смотрят на Казань, на Татарстан. Я внимательно прочитал статью Рустама Мениханова. Я считаю, что это исключительно важный и уникальный политический манифест и исторического и политического самосознания татарской нации. Я не припоминаю, чтобы руководители российских регионов выступали с такими документами, которые говорят о стратегическом развитии какого-либо народа на территории Российской Федерации. Во-первых, Рустам Нургалевич говорит о татарах как носителях евразийской миссии, что для Запада мы Восток, для Востока мы Запад. Второй момент, то, что невозможно сохранять язык и культуру, замыкаясь просто в культурных каких-то аспектах, становясь таким культурным феноменом, игрушечным. Третий момент, крайне важный, это вопрос образования. Причем, как я понимаю, мы, он обращается не только к родителям, но и к политической элите, политической элите Республики Татарстан. Фактически мы, мы, те, кто руководит Татарстаном, должны обеспечить развитие татарской культуры, татарского языка. Не только в рамках там папа, мама, дедушка, бабушка, а в рамках субъекта в составе Российской Федерации. Татарстан становится центром татарского мира. Фактически статья является заявкой на татарский мир. Татары живут не только в Татарстане, но и за пределами Республики Татарстан. Это я считаю событием в татарском мире, потому что здесь все есть. Анализ прошлого, видение будущего. Это вообще-то по сути стратегия, вот стратегия развития татарской нации. Устан Механов, который два года назад вышел с инициативой о необходимости создания стратегии развития татарского народа, сам предлагает вот конкретные механизмы. То есть он выступает как бы соавтором стратегии. В последнее время было ощущение, что вопрос многонационального устройства России уходит на второй план. Вот эта статья, она актуализирует все те ценности, которые всегда в Российской Федерации были первостепенными. Я думаю, что эта статья, она программная. Именно статья Механова – это декларация самодостаточности, культурной особенности и даже в какой-то мере уникальности, ну не в какой-то, а просто уникальности татарского культурного, политического, исторического и человеческого опыта. «Учиться значит служить своему народу» – это цитата президента, взятая из книги Зинура Мансурова «Татарский кодекс Патукаев». Почему именно к этой книге обращается Рустам Механов? Мы сегодня встретились с ее автором и изучили главные смыслы. Кому-то поучать, кому-то слушать. Отрывок из раздела «Что вы сами сделали для нации». Зинура Мансуров говорит, в книге есть ответы на все вопросы, которые интересуют современного человека. Как должен воспитываться ребенок, как обучаться, как стать достойным представителем своего народа, сохранив свой язык и культуру. Творчество великого поэта охватывает весь татарский менталитет, татарский мир. Учиться значит служить своему народу, найти согласие со своей совестью. Самое необходимое в семье – жить в гармонии. Народный поэт татарстана Зинура Мансуров готовить этот сборник начал еще в студенчестве. Изучал творчество Тукая и выписывал крылатые слова и мысли поэта. Автор называет книгу учебником жизни, где собраны советы и правила. Это тоже своеобразная тукаевская стратегия, которая сегодня звучит как никогда актуально. В этом кодексе татарский народ полностью-полностью раскрывается словами великого поэта. Диссертации, монографии считать очень трудно. Здесь все документальное. Здесь все слова, высказывания, мысли, думы Абдулла Тукая. Кодекс, как свод правил и советов. Книга сразу на трех языках – русском, татарском и английском. Ее читают далеко за пределами нашей страны. Отклики приходят из Турции, Германии и Великобритании. Друзья есть в Англии. Уже они некоторые экземпляры получили. И они с удовольствием передали англичанам. Они тоже просмотрели. Говорят, очень мало знали о татарском народе. Издание сейчас не найти в книжных магазинах. Только в библиотеках. Татарский кодекс по Тукаю – это наследие наших предков, который поможет сохранить великую историю для потомков. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Фигуры высшего пилотажа от стрижей, стратегический бомбардировщик и военные истребители. Так сегодня в Казани на высшем уровне прошел авиационный праздник «Я выбираю небо». На центром столицы республики показательно пролетели 30 воздушных судов. Часть из них была собрана на наших заводах. Как их встречали дома и о чем говорят стрижи во время полета, расскажет Салалат Мухумадуллин. Как один из символов авиастроения, летную программу открывает Ту-95МС. За рубежом его прозвали «Медведь». За ним с легкостью маневрируя летит легендарный «Белый лебедь». Непривычно для пилотов плавно над Казанкой пролетел и стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Его, как и Ту-160, собирают у нас в Казани. «Я выбираю небо». Праздник, конечно, уникальный. Прямо над центром города летает гордость авиационной промышленности страны. Причем части самолетов собраны именно в Казани, а потому и зрителей тысячи, начиная от кремлевской дамбы, заканчивая мостом «Миллениум». На радость им в небе и наши вертолеты. Они могут даже станцевать что-то похожее на воздушный вальс. Наши предприятия выпускают самолеты, вертолеты, беспилотные аппараты, системы и приборы. Мы осуществляем поставки выпускаемых изделий более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Как раз то, как стать авиастроителем или даже пилотом можно узнать на земле. Например, примерить каску пилота, посидеть в кабине самолета или собрать электронный прибор. Я хотел стать не пилотом, а космонавтом. Посмотрел, вот, понравилось. Вот, решил сам попробовать. Что собирает? Светофор. Я выбираю небо, по сути, первое массовое мероприятие лета. Со своими зрителями вместе отметили праздник и герои Шайан-ТВ. Мы всегда готовы взлетать, всегда готовы покорять новые вершины. Кульминация – полет авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Минимальное расстояние между самолетами, идеальные линии и синхронные развороты. «Стрижи» – гордость российской авиации. И нам даже удалось подслушать переговоры мастеров во время полета. Казалось бы, ничего необычного. Команда и исполнение. Но за этой легкостью стоят тысячи тренировок и огромный риск. Волеты очень замечательные, прям в восторге, прям все завораживает. Первый раз, ну, все красиво. Круто, все очень понравилось. Нормально, конечно, но когда самолеты пролетают, у меня аж что-то трещется. Супер, классно, красиво. Супер, очень классно. Так праздник «Я выбираю небо» прошел в Казани уже в восьмой раз, став доброй традицией. Новых горизонтов и высоких достижений. Да и, конечно, мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья. Стряжи всегда злое. Все благодарны очень. Спасибо, 503-й. Отлично отработали. Салават Мухумадуллин, Лиджат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Любой маневр в небе – это результат сложной и кропотливой работы на земле. Готовятся и люди, и техника. Сегодня на аэродромах вертолетного и авиазавода своих железных птиц готовили мастера пилотажа. Наша съемочная группа смогла увидеть закулисье праздника. Секретные материалы в эксклюзивном репортаже Рамиля Галлиулина. Ми-8 МТВ-1 – один из самых первых вертолетов данной серии. Отважные покорители неба и, прежде всего, настоящие профессионалы. За несколько часов до старта готовят технику к выльту. За штурвал Ми-8 сегодня сядет Владислав Перепелкин – летчик-испытатель Казанского вертолетного завода. В небе он провел больше 2000 часов. Секрет успешное выступление, наверное, это в мастерстве летчика. В принципе, экипажи подготовлены. Ждем только времени, когда нужно будет нажать кнопку «Запуск». Техника, в принципе, у нас всегда в порядке. Она должна быть полностью всегда готова к выполнению полета. Если хотя бы какое-либо замечание, то он от полета не допускается. Это изначально закон авиации. Этот Ми-8 – самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Широко используется более чем в 50 странах. Находиться за рулем этого вертолета – большая привилегия, но нам сегодня разрешили. Сейчас я нахожусь на месте командира. И, как мы видим, здесь вот такая приборная доска с огромным количеством кнопок и указателей. Но управляется этот 13-тонный красавец с помощью педалей и ручки. В данном случае это у нас вертолет не является серийной единицей. Своё мастерство зрителям покажет и Роман Удовиченко. Полетит на опытном «Ансате». Перед взлётом делится своим рецептом успешного выступления. Расслабиться, посидеть, подумать о своём отстранённом. Вертолёт «Ансат» у нас представлен в нескольких вариантах. Это салон, есть ВИП-салон и медицинский вариант. Для того, чтобы заслужить аплодисменты, эти асы подготовили специальную программу. Групповое выступление и одиночные горки, пикирование и захватывающие виражи. Спустя несколько часов подготовки пилоты Владислав и Роман готовы отправиться в полёт. На шоу к вертолётам присоединятся и эти лётчики. Жемчужины небесного выступления станут стрижи. На истребителях МиГ-29 они покажут кубинские бриллианты и другие элементы высшего пилотажа. Рамиль Галиулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Свою рожаю, причём нетипичный для средней полосы, собирает крепкий орешек Татарстана старейший ветеран ВДВ Павел Клетнёв. 95-летний участник Великой Отечественной войны сражался под Ленинградом и освобождал от фашистов Европу. Его силе, духа и молодости могут позавидовать многие. Он до сих пор прыгает с парашютом и при этом экспериментирует в своём огороде. О секрете необычного урожая узнал Сергей Хайдаров. Это и есть родная сторонка легендарного ветерана ВДВ Павла Кузьмича Клетнёвы. Его сад и дом, который он строил своими руками ещё в 50-х. Мне квартиру предлагали. Я говорю, братцы, кому надо, отдайте, пожалуйста. Я говорю, у меня терпимые условия, я не могу расстаться со своими питомцами. Все его питомцы в огороде. Несмотря на почтенный возраст, а Павлу Кузьмичу 95, у него всегда есть силы на то, чтобы за ними ухаживать. Главная гордость для десантника – эти деревья с грецкими орехами. Немцы, когда оккупировали, голод же был. Значит, одна старушка с внуком, когда немцы, значит, уже начали забирать масло, куклы, в чемодан наклали орехи у них были в сарае и закупали. Они вот воспоминали. Вот мы во время оккупации по ореху в день с внуком ели и тихонько существовали. Та история, признается, его многому научила. Орехи питательны, содержат много витаминов и полезных микроэлементов. Он и сам почти такой же, как крепкий орешек. В 91 год прыгнул с парашютом, в 95 бодр и весел. И грецкие орехи не забывают, теперь выращивают их в своем огороде. Как видите, сейчас плод ореха больше напоминает яблоко. К своему привычному виду он придет в сентябре, когда, собственно, поспеет. Орехи Павел Кузьмич собирает ведрами, угощает родных и соседей. Помочь ветерану по огороду желание вполне естественное, он и не отказывается. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Бывает и такое, интернет облетели картинки, где мировые достопримечательности сравнивают с татарстанскими живописными местами. Например, авторы замечают, что Свияга удивительно похожа на Амазонку в Бразилии, а Юрьевские пещеры в Камском усте один в один с мамонтовыми пещерами в Кентукки. Так ли это? Этим вопросом задались и мы, выехав по обозначенным точкам. Рамиль Шайдулин об удивительной природе Татарстана. Когда туристы собираются в Татарстан, часто обязательным пунктом их посещения становятся голубые озера. Явление настолько редкое, что сюда, посмотреть на жемчужину республики, приезжают туристы аж из Европы. И каково удивление путешественников из Хорватии, когда здесь, в Татарстане, они находят свои плитвицкие озера. Лазурные воды, ставшие визиткой хорватской слуни, за годы прославили и Татарстан. Так совпало, что два этих заповедных места похожи почти как братья. И там, и там ярко-голубая вода. На обоих озерах водопады. Казанское голубое озеро примерно в 15 раз меньше хорватского, но тоже известно и довольно популярно. Иностранцы, в первую очередь, когда, наверное, в Казань приезжают, они знают про голубые озера уже от своих друзей, видимо. И уже сюда приезжают заведомо, знают, что вода такая холодная, но они все говорят, как будто холоднее места еще не было. О том, что в Татарстане есть места, которые, как две капли воды, похожи на мировые достопримечательности, заговорили путешественники. Фото с их наблюдениями облетели интернет. Вот белая мечеть в Болгаре, почти что индийский Тадж-Махал. Вот Богородские горы, как две капли воды, похожие на крымские золотые ворота. Немало мировых веяний и в городах. Мы в центре Казани, где можно видеть дворцовую набережную, которую часто сравнивают с домами в Германии. А новый экстрим-парк кто-то уже окрестил российским Венис-парком. Казанская и Лос-Анджелеская площадки похожи даже внешне. То же самое с Юрьевскими пещерами в Камском устье. Один в один мамонтовая пещера в Кентукки. Особенно если построят велосипедную или пешую дорожку на Камском устье. У нас ни одной в России такой нет. Это будет, вау, огромное количество петербуржцев, москвичей и иностранцев приедет. Иностранцы любят республику. За год до пандемии только Казань посетили больше 200 тысяч человек. Я не ждала и 10% от того, что увидела. Очень красивые дома, очень красивая, необыкновенная архитектура. Подбор цвета и красок кругом очень впечатляют. Вокруг очень красивые мечети, их минареты. В Израиле красивые тоже есть. Но их не сравнить с казанскими. Исторический центр. Традиционно одно из излюбленных мест туристов. За сплав архитектур и за знаковые места. Кремль, башня Сьюембике, набережная. А стоит немного отойти, и вид открывается уже на монументальный дворец земледельцев. За такую необычную европейскую архитектуру место даже прозвали маленькой Веной. По всем этим местам туристов и из Европы, и из Китая приходилось водить экскурсоводу Эльмире Спиридоновой. Каждый находил что-то свое. Неоднозначный объект хочу выделить. Это Вселенский храм. Очень много там легенд и всего прочего. Но гости говорят, о боже мой, это фамилия Саграда. Факт остается фактом. В Татарстане много мест, похожих на мировые достопримечательности. Но остаются они при этом уникальными. Многое создала сама природа. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших шести дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике в сети. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет. Это суббота. А значит самое время для обсуждаемых новостей интернета, смешных видеороликов и прикольных фотографий. Начнем. Это рубрика в сети. Казань на этой неделе похожа на школьницу, которой сделали несколько комплиментов. Да, друзья, Казань поплыла. Мы уже на студии собрались строить ковчег, но вроде как все обошлось. Вот кого точно нужно наказать, так это министра по ливневкам. Жаль только, что у нас его нет. Ну, как говорится, нет министра, нет ливневок. Но будем надеяться, что найдется герой. Пусть это будет только Ниной с ковчегом, который спасет город от затопления. Но, наверное, это будет после дождичка в четверг. Казанская девушка выложила в свой инстаграм новый способ перехода дороги. Вот вам и спортивная столица. Я представляю, если на кассу в супермаркете так же она запрыгнет. Скидка обеспечена. Ну, или в метро можно так зайти. Хоп! И перепрыгнул турникет. Дмитрий Тарасов и певец Текила решили провести футбольную тренировку. Ночью. На улице. У кабинета министров. Друзей все берем подруги. Давай устроим аномальную жару. На ленос дискоте. Причем Текила выложил это видео, подписав его так. Леонид Слуцкий всегда можете рассчитывать на усиление. А что? На войне все средства хороши. Может, нам как раз таки не хватало этого парня. И он, кстати, неплохо набивает. А это уже, как мы с вами знаем, более чем достаточно, чтобы попасть в РПЛ. Герой всей мировой паутины. Бриджер Уокер. Про этого мальчика уже весь мир знает и бурно обсуждает не первую неделю. Он спас свою маленькую сестру от нападения большой собаки. После того, как это фото попало в сеть, оно набрало более миллиона откликов от пользователей. И Бриджер проснулся звездой. Крис Эванс, актер, сыгравший Капитана Америку, отправил парню щит со словами «Приятель, ты герой». Другие герои из фильмов также обратились к мальчику и отправили свои подарки. А всемирный боксерский совет признал шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом. Сейчас мальчик в отличном состоянии и уже идет на поправку. Вот он, настоящий герой. В Казани был замечен здоровенный карась. Ну или карп, или сазан. В комментариях до сих пор не могут определить, что это была за рыба. Ох, красавчик! Но улов действительно здоровенный. Многие видели уже различные видео в социальных сетях из Набережных Челнов, где снимали сериал. Так вот, друзья, все отсняли. Его снимал Федор Бондарчук про нашу челнинскую команду КамАЗ-мастер. И уже совсем скоро увидим его на экранах. Нам придется собрать новую команду. Ну это, конечно, не то, к чему ты привык. Но думаю, ты не откажешься попробовать свои силы в чем-нибудь более масштабном. Много интересных масок появляется в Инстаграм. Так вот, на этой неделе появилась новая маска, которая определяет, какой ты татарский пирожок. Итак, давайте проверим, какой же я татарский пирожок. Опасный зурбелеш. Это про меня. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте результаты ЕГЭ. Уже практически все результаты известны, с чем, собственно, и поздравляю всех выпускников. Но кто-то отказывается принимать поздравления. Это сколько? Не могу. Что, будешь показывать? На втором месте конкурс «Природа лайф», в котором участвовал наш регион. И через пару дней огласят список финалистов. Держим кулачки и верим. И замыкает тройку сервис Spotify, который буквально неделю назад появился в России. Друзья, на этом сегодня все. Будьте в сети. Пока. Здравствуйте. О погоде на воскресенье после полезной информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода». Воскресенье. На юго-востоке, в Бугульме, во влах Азнакаева, переменная облачность, ночью без осадков, днем пройдут дожди. 20 градусов с плюсом. На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге будет тепло, но сыро. До 22 градусов выше нуля. Дождливая и нежаркая погода ожидает и жителей севера Татарстана. Около 21 градуса тепла. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре-Балтаси, без изменений, местами дожди пройдут в ночное время и днем. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Држаном, пасмурный атмосферный фронт будет удерживать облачность и дожди. Но температурный фон не изменится. Плюс 24. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыши, облачная и сырая погода. Будет умеренно тепло. Пасмурный циклон сдает свои позиции и в последующие сутки прояснится. Осадки прекратятся, а температурный фон начнет повышаться. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь. Вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В воскресенье в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождем. Ночью плюс 15, днем 23 градуса выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин